Дед Мороз, Снегурочка, куклы в разных костюмах, и это далеко не весь список поделок, которые делает Галина Селиверстова из села Бобровинки Кораблинского района. После того, как комбинат шелковых тканей, где Галина проработала несколько лет, закрыли, она решила посвятить себя творчеству. Вязание было первым ее увлечением. Ну а потом появились ватные куклы. Рисовать Галина любила с детства. На ватме, не холсте, потом расписывала деревянные игрушки. Сейчас полем для творчества стали ватные куклы. Я все думала, думала, как же мне покрасить, чем мне покрасить. А потом уже я начала смотреть, чем они красят. Ну гуашь у меня всегда была там, я начала красить гуашью. И у меня она почему-то как-то расплывалась, не получалась, я психовала, нервничала. Ну и начала смотреть дальше, чем можно еще. И вот это вот уже, это вот акриловые краски. Применение своему таланту Галина нашла в бэкграунде детства. В советские времена елки всегда украшали ватными игрушками. Правда, первые куклы, как говорится, были комом в прямом смысле. Но с каждым новым разом становились все лучше и лучше. На создание одной куклы, по словам Галины, времени уходит не так много. Все зависит от сложности образа. Ведь сначала его вынашиваешь внутри, детально прорабатываешь и только потом пробуешь воплотить. Впрочем, в процессе изготовления, говорит мастер, все меняется. И игрушка будто бы сама диктует тебе, кем хочет стать. Два дня. Это два дня, чтобы она высохла. Я же ее делаю, вот делаю сперва каркас. Вот каркас я сделала. После каркаса, вот каркас, я ее набиваю. Делаю, обматываю ватой. Ваткой. Ватой. И ниткой, белой ниткой. Вот. Потом я набиваю тело. Ну, чтобы он человечек. Это же вот скелет получается. Ну, да. Человечек уже. В своей мастерской, по словам Галины, она может просидеть полночи. А у соседей уже появилась собственная примета. Если в комнате мастерицы горит свет, значит, завтра можно приходить смотреть новые произведения искусств. А еще Галина – бабушка восьми внуков и внучек. Они с удовольствием помогают ей творить. Например, делают некоторые детали композиции. Своё творчество ватных дел мастер раздаривает друзьям и родственникам. А еще в местном клубе иногда устраивает выставку своих работ. Вообще занятие таким видом творчества способствует развитию мелкой моторики. Но идеи и планов у Галины Селиверстовой много. Есть одно но. Времени в сутках слишком мало. Герман Гущин, телекомпания «Город» при поддержке телеканала ТВ Кораблино.